Привет всем! Снова с вами Ева Лорман. Сейчас я вам покажу один из вариантов, как нарастить свободный край на форму и при этом сделать небольшую арку. Это применяется, если например у клиента плоские ногти и он хочет небольшую арку, скажем так, без фанатизма. Для этого необходимо использовать специальный гель, который после 30 секунд полимеризации в лампе остается пластичным. 30 секунд это время приблизительное. Некоторые гели могут так себя вести и после 15 секунд, а может быть даже 30-40 секунд. Если спросите, какие это гели, то можно сказать, что это практически все современные однофазники. Для примера можно привести несколько фирм. Это фирма IBD, Supernail, NSI и другие американские гели. Если вам эти названия ни о чем не говорят, то можете воспользоваться Runail однофазник, который наверняка известен очень многим. Эти гели еще называют специально для создания арки. Хочу развеять этот миф. Это скорее всего маркетинговый ход некоторых компаний. На самом деле эти гели можно встретить в любых фирмах просто под названием однофазники. Они должны быть все с замедленной скоростью полимеризации. Что это такое? Когда мы покрываем ногтевую пластину гелем и помещаем в лампу, то происходит своеобразное сжение ногтевой пластины. И в зависимости с какого времени начинается это сжение, можно сразу сказать, будет пластичным этот гель или нет. Например, если сжение происходит сразу, то скорее всего этот гель не пластичный. А если реакция полимеризации немного замедлена, то есть более 20 секунд нет сжения, то скорее всего этот гель будет пластичным. Еще нам понадобятся зажимы для арки. Если у вас таковых нет, то можно воспользоваться каким-либо другим пинцетом. Итак, подготавливаем ногти к наращиванию. Обезжирили и нанесли праймер. Подставили форму. В данном варианте мы формы не подрезаем для арки, так как арка у нас не ярко выраженная. Берем каплю геля на кисть и наносим по центру вдоль, как бы вытираем кисть. Капля должна остаться на ногте и форме. Далее кончиком кисти растягиваем гель вправо и влево. Выкладываем форму квадрат в данном случае. Важно при растягивании не стирать гель, а как бы цепляться за поверхность и тянуть его кистью. При формировании квадрата необходимо обратить внимание на боковые стороны. Они хорошо должны быть покрыты гелем, тогда после снятия формы и зажима там не произойдет повреждения в геле. Итак, убедились, что гель распределен в нужную форму и помещаем ноготь в лампу на 30 секунд. Далее достаем и приступаем к формированию арки. Снимаем аккуратно форму, проверяем, чтобы все боковые стороны были хорошо покрыты гелем. И приступаем к поджиму арки. Причем особо не переживаем, что гель может повредиться. Такие гели после 30 секунд в лампе становятся пластичными и с легкостью поддаются зажиму и созданию арки. После того, как поджали арочку, сразу в лампу на оставшиеся полторы минуты для закрепления формы. После полной полимеризации гель становится твердым и уже не пластичным. Если более индивидуально подходить к этому вопросу, то не бойтесь экспериментов. Проверьте свои гели, нанесите на форму каплю геля, распределите ее и через 15 секунд, к примеру, достаньте и проверьте, гнется он или нет. Может он вообще еще не запекся и течет. А может его можно с легкостью свернуть в трубочку. Такой гель больше всего подойдет для формирования арки. И проверьте его на время, 30 секунд может быть. Даже слишком много и он уже успеет затвердеть окончательно. В общем, методом проб можно найти такой гель у себя в арсенале. Мы сейчас обсуждаем доступные однофазные системы. То же самое, конечно же, имеется и в трехфазных системах. Но трехфазная система это уже более сложный вариант и обсуждать мы его будем в другом ролике. С вами была Ева Лорман. Всем успехов, удачи, много клиентов. Всего хорошего, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры.